Этот год прошел в республике под знаком 170-летия со дня рождения великого просветителя чувашского народа Ивана Яковлева. Сегодня в зале театр опера и балета собрались учителя, артисты, ученые, писатели, журналисты. Все, кто своим каждодневным трудом старается следовать заветам патриарха. Наследие, которое ставил Иван Яковлев, стало стартом для настоящей культурной революции. С появлением письменности семимильными шагами стали развиваться поэзия, проза, исполнительское мастерство. Получившие возможность учиться, представители чувашского народа преуспели в различных науках и внесли огромный вклад в становление общественно-политических отношений. Этот человек достоин самой уважительной памяти, и мы не только храним ее, но и передаем подрастающему поколению. В течение года Яковлева состоялось множество событий – конкурсы, литературные научные чтения, открытые уроки, экскурсии, кинопоказы. Самые активные творческие участники культурного марафона были отмечены наградами нашей телерадиокомпании «Очень приятно быть в их числе». Жизнедеятельность великого просветителя – неиссякаемый источник вдохновения, тем более, что у всех у нас еще будут поводы неоднократно вернуться к этим темам. 170-летие создания чувашского букваря, 100-летие завещания чувашскому народу. Министр культуры Чуваший Константин Яковлев отметил, у патриарха множество духовных наследников. Хочется поблагодарить абсолютно всех. И, конечно, всех еще раз призывать, чтобы слова, те записанные завете Ивана Яковлевича, они у нас воплотили жизни.